Привет, YouTube! Меня зовут Павел Сидельников, я сертифицированный коуч АСФ, также психолог-терапевт. И сегодня у нас очень интересная тема. Я хочу сегодня поговорить про 5 ключевых, я бы даже сказал, роковых ошибках, которые мы совершаем, и которые приводят к проблемам в нашей жизни, бизнесе, доходе, отношениях и самореализации. Кстати, это еще затрагивает тему нашего здоровья в том числе. В общем, такие фундаментальные ошибки жизни, скажем так, которые нас приводят к плохим последствиям. И что самое интересное, я много лет консультирую уже и заметил такой факт, что именно эти ошибки почему-то совершают чаще всего и сталкиваются именно с женщиной. Первая, главная, роковая ошибка, которая запускает проблемы в жизни, в бизнесе, в доходе, в отношениях, в самореализации, в здоровье в том числе, начинается с того, что вы, возможно, где-то и в чем-то соглашаетесь на меньшее. Вот такая интересная история. А как показала моя практика, повторюсь, терапевтическая, коучинговая, я заметил, что женщины чаще всего совершают эту ошибку. Я очень много работаю с женщинами, экспертами, предпринимателями, руководителями, собственниками бизнеса. И я прям реально это замечаю, что вот большинство из вас, наши милые женщины, вы привыкли соглашаться на меньшее. И что самое страшное, вы даже можете этого не осознавать. То есть вы думаете, что вы не соглашаетесь на меньшее, но на самом деле это легко проверить. То есть если вы сейчас в своей жизни чего-то не имеете, то есть какие-то цели у вас еще не реализованы, неважно, это в отношениях, в бизнесе, в самореализации, в доходе, то где-то и в чем-то вы соглашаетесь на меньшее. И тут нужно просто ответить себе на вопрос. Звучит он следующим образом. Где и в чем я соглашаюсь на меньшее, и поэтому в моей жизни еще не реализована вот такая-то цель. И вам будет приходить какие-то ответы. Обратите на них внимание свое. Еще я заметил, что соглашаться на меньшее, это уже, как знаете, как паттерн, как некая такая привычка. И все начинается с мелочей. И как показывает практика, все начинается в отношениях. В отношениях с собой и в отношениях с противоположным полом, да, с мужчинами. То есть именно вот в этих двух плоскостях все и зарождается. Поэтому посмотрите, где в своей жизни вы соглашаетесь на меньшее в плане отношения к себе. Например, может быть, не позволяйте свои хочухи. Например, там не ходите на массаж, когда вы хотите, да, потому что у вас там мало свободного времени. Либо вы деньги там экономите, вкладываете в бизнес или что-то еще. Или, например, вы соглашаетесь на меньшее в отношениях где-то, когда вы хотите, чтобы к вам мужчина каким-то образом относился, он не относится таким образом, да, и вы как бы соглашаетесь на меньшее. И проблема в том, что чем чаще вы соглашаетесь на меньшее, неважно в какой сфере, тем больше этот кон нарастает. И потом в какой-то момент начинаются огромнейшие проблемы в жизни, в бизнесе, в отношениях, в здоровье и так далее. Вот. И есть некие причины, из-за которых мы люди, да, то есть соглашаемся на меньшее. И первая причина, это, конечно же, наши страхи, сомнения, убеждения. То есть такая наша бессознательная часть, какой-то прошлый негативный опыт, воспитание в том числе очень сильно тут влияет. Например, вас могут абьюзить в отношениях. И это не всегда такая какая-то жесткая история. Нет. Например, там вами могут манипулировать, либо вам могут постоянно тыкать на ваши минусы, да, либо мужчина, может быть, очень сильно хочет, чтобы вы менялись постоянно ради него, или что-то еще. Короче, тут контекст не важен. Важен смысл того, что вы можете с этим соглашаться. И каждый раз, когда вы соглашаетесь с тем, что, например, с вами что-то не так, вот это такая частая история, с которой я работаю, то есть с внешностью, с качествами, может быть, с какими-то вашими хочухами. Например, вы хотите, чтобы ваш мужчина зарабатывал миллион, а мужчина просто бомбится, триггерится от этого. Вот, и как бы навязывает свою историю вам. А вы, например, ну, хотите высокий уровень жизни, и это нормально совершенно, да, там, хотеть этого. Вот, и, например, мужчина не может это вам дать. И вы соглашаетесь на меньшее. И вот раз согласились на меньшее, два, три, четыре, пять, и это начинает выражаться во всех сферах жизни. Началось все с отношений, отношения к себе. Это может быть, опять же, со стороны мужчин, со стороны себя. И пошло-поехало. Потом это перекладывается на бизнес, на самореализацию, на здоровье. На доход в том числе. И вот, как бы, скажем, начинаются проблемки по всем слоям и сферам жизни. Поэтому важно сейчас быть честной с собой и посмотреть в эту историю правдиво. Где и в чем вы можете соглашаться на меньшее. Прямо посмотрите по колесу баланса, да, в отношениях, в бизнесе, там, может быть, в карьере, в деньгах, в самореализации, в здоровье и так далее. Потому что, если вы сейчас не имеете то, что вы хотите, а это нормально, либо какие-то цели ваши не реализованы, посмотрите вот в эту такую, скажем, неочевидную точку роста. Где и в чем я соглашаюсь на меньшее. И поэтому в моей жизни или в какой-то сфере жизни есть какие-то трудности или проблемы. И вам тоже придет какой-то ответ. И здесь находится огромная точка роста, повторюсь, особенно для женщины. Потому что очень часто социум сейчас навязывает со стороны мужчин, в том числе, да, что женщинам нужно соглашаться на меньшее. И что там соглашаться на большее, это эгоизм, это неправильно, это плохо. Женщинам нужны только деньги. Ну и пошла какая-то такая травмирующая история, да, от мужиков. То есть, если вы хотите большего от жизни, большего от мужчины, да, там, от всего, да, это нормально, совершенно. Расскажу маленькую историю. У меня была клиентка, собственница агентства недвижимости, которая живет в Таиланде. Очень крутая женщина, не буду там разглашать фамилию, имя. Вот. И проблема в том, что когда мы начали трансформацию, мы столкнулись вот с этой штуковиной. И для нее это было прям, мягко говоря, инсайтом и нонсенсом. Типа, как, в смысле, соглашаюсь на меньшее, погоди. То есть, образно, она хочет один уровень мужчин, но соглашается на меньшее. Типа, любит Сашу, живет с Петей. Ну, образно. Вот смысл в этом. Второй момент, то же самое в доходе. Она хочет больше, но боится, что если она будет зарабатывать больше, то она будет не нужна мужчинам, что она вообще мужчину не найдет тогда, потому что она же так много зарабатывает. То есть, она, по сути, упиралась в свой потолок в отношениях, в бизнесе, в реализации и в доходе. И когда она начала это видеть, что оказывается, она соглашается на меньшее в том, что, например, не умеет говорить всем нет, что она там не работает с высоким уровнем клиентов, а у нее там такие люди приходят серьезные, с такими деньгами, но она там в эту историю боялась идти. То есть, она соглашалась на меньшее. То же самое про отношения. Там много личной информации, не буду объяснять. Короче, смысл, надеюсь, понятия. Но когда мы начали это прорабатывать, пошли в эту историю, вах, все пошло вверх. Вообще, встретила другого мужчину, начали проходить крутые сделки, крутые большие клиенты. Да и, в принципе, жизнь стала яркая, насыщенная, крутая, интересная. Появилось очень много новых знакомств, новых связей. И это просто-напросто, когда мы пошли и углубились в эту точку роста. То есть, она перестала соглашаться на меньшее. Прям как отрезала максимально. И вот ваша задача в своей жизни – посмотреть на эту большую историю. Где и в чем вы соглашаетесь на меньшее. И поэтому какие-то цели не реализованы. Где и в чем вы соглашаетесь на меньшее. И поэтому в какой-то сфере жизни у вас есть какие-то, может быть, трудности, проблемы. Либо вы чего-то не имеете. Вот. И если вы в эту историю пойдете, трансформируете, скажем так, модное слово – проработаете, я уверяю вас, качество и уровень вашей жизни станет совершенно другим от самоощущения, от событий, от людей, от мужчин в том числе, от клиентов, от денег. То есть все изменится, все выйдет на качественно новый уровень. Согласие на меньшее начинается соотношение к себе. То есть посмотрите, какие ваши хочухи, какие ваши желания, мечты, что-то в вашей жизни вы не имеете. И думаете, возможно, где-то глубоко внутри, чтобы, блин, не время, чего-то не хватает мне сейчас, а может быть потом, а может быть они достойны, а может быть, а может быть, а может быть, и пошло-поехало. И вот это тоже такой большой показатель того, что вы соглашаетесь на меньшее. Когда у вас есть какие-то сомнения в сторону себя, своих желаний, ощущений, того, чего вы хотите от жизни, да и в жизни, в принципе. Когда ко мне приходят на разборы, либо на мои обучения, я прям очень сильно уделяю этому вопросу внимание. Потому что человек приходит, опять же, да, женщины, и говорят, там, я хочу вот такого-то мужчину, такие-то примерно отношения, примерно такой доход, там, ну, вот примерно такую жизнь. И когда я начинаю спрашивать, слушай, а если бы ты не соглашалась на меньшее? Если бы ты соглашалась на большее в своей жизни, да, вот представь, что там вот ты, у нас есть такая шкала от 1 до 10, и вот ты соглашаешься всегда, каждый день, там, на протяжении года всегда на большее. То есть ты не позволяешь себе соглашаться на меньшее, и ты позволяешь себе соглашаться на большее, на 10 из 10. Какой будет твоя жизнь? Какие будут твои выборы, решения, действия? Что тогда хочется изменить в своей жизни? То есть я прям очень жестко начинаю разворачивать человека, и человек начинает видеть, что ой-ой-ой, окажутся мои цели и мечты, они маленькие, они не мои, они какие-то навязанные, что ли, как будто бы я хочу чего-то другого, больше, лучшее. И когда человек себе в этом признается, начинается лютая трансформация в жизни. То есть вот это очень важно, посмотреть, что, возможно, вы хотите намного больше и лучшего в жизни. Но не позволяйте себе этого, потому что соглашаетесь на меньшее. Потому что когда-то тогда в своей жизни были какие-то травмирующие ситуации, где вы соглашались с этим, и, по сути, вот сформировалось некое мировоззрение. Это бессознательная часть абсолютно. То есть вы этого можете вообще не осознавать. Вы можете думать, что вы не соглашаетесь на меньшее. Но поверьте, если в вашей жизни есть что-то, что вас не устраивает, вы 100% абсолютно, наверняка и точно соглашаетесь на меньшее. Вот такая первая роковая ошибка, которая, скажем так, запускает процесс саморазрушения, которая запускает проблемы в нашей жизни. Ну а мы идем дальше. Вторая роковая ошибка – это идти на компромиссы. Идти на компромиссы с собой и с людьми. Это как бы, скажем так, ошибка, которая вытекает из предыдущей ошибки. То есть если вы соглашаетесь на меньшее, скорее всего, вы будете идти на компромиссы. Нет, безусловно, на компромиссы где-то нужно идти. И это, в принципе, такая правильная штука. Но я говорю про компромиссы, которые негативно влияют на вас, на вашу жизнь, на уровень и качество вашей жизни, на качество ваших отношений, на качество ваших отношений с собой, любимой. И ответьте себе также на вопрос, где и в чем я иду на компромиссы. И поэтому я пока что не имею какую-то свою цель, свое желание, пока что оно еще не осуществилось. Где и в чем я иду на компромиссы. И поэтому где-то в какой-то сфере моей жизни есть вот некие трудности или проблемы. То есть очень важно посмотреть и здесь. Потому что компромиссы, это когда, знаете, мы себя где-то чуть-чуть наё. Вот когда мы находимся в некой иллюзии того, что типа все хорошо, но на самом деле не все хорошо. Потому что как только вы пошли на компромисс один раз, вы пойдете второй, третий, четвертый, пятый и все. Очень часто эта тема поднимается, когда мы разбираем отношения, особенно отношения. Например, женщина хочет вот одного, ей это не дают, и женщина вынуждена найти на компромиссы. То есть как будто бы внутри нету альтернативы. Очень важно в эту историю не бояться смотреть. Потому что когда вы перестаете идти на компромиссы, вы становитесь очень неудобным человеком. И от вас могут отказываться люди, вы можете видеть, что к вам меняется отношение. Но это не потому, что вы плохой человек или плохая женщина. Нет, ни в коем случае. Это просто показывает суть вещей и ситуаций. И это нормально, опять же повторюсь, это нормально, когда вы перестаете идти на компромиссы. Например, выстраиваете границы. Говорите нет, говорите свои желания, говорите, что вы так больше не хотите. Говорите, например, что вы хотите переехать, вы хотите больше путешествовать, вы хотите ремонт, вы хотите другой уровень жизни и качества, вы хотите, может быть, свою машину, вы хотите дорогие покупки, вы хотите, может быть, ходить по ресторанам. Это нормально. Важно перестать идти на компромиссы, потому что когда вы перестанете идти на компромиссы, у вас обнулиться ваше окружение со временем. И появятся новые люди, которые с которыми вам не нужно будет идти на компромисс компромиссы и когда вы соглашаетесь на меньше в первую очередь жестко бьет по доходу по деньгам по теме денег короче говоря потому что если вы начинаете где-то идти на компромиссы где-то соглашаться на меньше поверьте вы автоматически начинаете быстро очень терять деньги либо просидать в доходе либо упираться в свой потолок то есть это напрямую влияет на деньги очень очень сильно поэтому опять же повторюсь если вашей жизни сейчас не тот уровень дохода который вы хотите значит вы сто процентов где-то и в чем-то и с кем-то идете на компромиссы но как показывает практика с кем-то это самим собой с какими-то людьми и вот это тоже очень важно понять где в чем вы идете на компромиссы с собой где как это выражается вообще в каких ситуациях в каких примерах то же самое с людьми то же самое с мужчинами то есть прямо цифруйте все это посмотрите в эту историю потому что это очень важно и это очень большая распространенная проблема в современном мире когда женщины привыкают привыкли идти на компромиссы проблема компромисса в том то что это же про предательство себя то есть потому что по сути мы продаем себя свои цели мечты желания какие-то может быть потребности какие-то может быть свои темные желания и когда мы продаем себя у нас дружится внутренняя репутация мы перестаем доверять себе мы перестаем доверять людям короче просто начинается полный трэш там от вины обесценивания потери любви к себе до каких-то даже психосоматических моментов там проблемы с псориазом там с кожей со здоровьем с потерей сексуальности чувствительности женственности короче эта штука очень серьезно влияет на жизнь и на здоровье на доход опять же повторюсь на отношения на все остальное важное замечание компромиссы как и согласия на меньшее она начинается с мелочей когда вы например хотите на массаж на этой неделе но вы откладываете на потом потому что вы заняты или у вас там нет времени вы хотите в путешествие да хотя бы там на три дня куда-нибудь поехать но вы также то откладывайте например экономия на себя вот но таких историй в общем очень много можно привести третья роковая ошибка которая также вытекает из предыдущих скажем так плавно да это наши внутренние запреты то есть все то же самое буду повторять если вы чего-то не имеете в своей жизни в бизнесе доходе в отношениях то есть какая-то ваша цель не реализовано какое-то желание это говорит про то что вы где-то и в чем-то себе что-то запрещаете или наоборот когда у вас есть какие-то проблемы трудности опять же в какой-то сфере жизни значит вы тоже где-то и что-то себе запрещаете и проблема внутренних запретов в том что они копятся 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 а потом выражаются в искаженной форме например вы что-то терпите 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 а потом не знаю там уж пришел например с работой или там заниматься бизнесом бросил ключи вас этом бомбанула и вы просто подаете на развод вот таких примеров у меня кстати немало то есть когда женщина что-то терпит что-то запрещает себе а потом ее просто бомбит отсюда измены отсюда проблемы опять же в бизнесе в доходе там и тогда и чаще как показывает моя практика опять же повторюсь женщинами это чаще всего встречается женщины запрещают себе какие-то свои хочу и запрещают в том смысле что они либо их откладывают либо понимают что они не могут их реализовать например сами либо их может быть мужчины не могут реализовать и что происходит они соглашаются на меньшее то есть у нас сейчас по сути рисует такой круг ну или там треугольничек неважно больше как круг до что где мы соглашаемся на меньше а там идем на компромисс и где мы идем на компромисс там себе что-то запрещаем когда мы себя что запрещаем мы можем идти на компромиссы или мы можем соглашаться на меньшее и другая какая-то история когда мы соглашаемся на меньшее мы можем себя что-то запрещать короче это вот такое лютое комбо такой ком где все эти элементы друг на друга влияют что самое интересное когда я проходил какие-то обучения курсы я очень часто их прохожу я вообще не видел чтобы эти темы подымались проблема в том что большинство женщин в эти истории не смотрят а если смотрят то чуть-чуть и как бы глубоко эти темы не прорабатывают не идут в них потому что это неприятно неприятно в том смысле что если вы это прорабатываете в вашей жизни будут перемены и эти перемены на первый взгляд могут показаться чем-то плохим например вы можете разойти с какими-то людьми могут быть закончится отношения вы можете это просесть чуть-чуть в доходе но абсолютно всегда и точно потом резко начинается большой крутой взлет появляются шикарные отношения потрясающие мужчины уровень дохода возрастает x2 x10 раз это сейчас непридуманная история в общем жизнь кардинально меняется внутренние запреты это такая история достаточно серьезная потому что чем чаще вы себя что-то запрещаете тем по сути вы укорачиваете себе жизнь можно так сказать а именно ее яркость вкус и качество и внутренние запреты похоже знаете как на некую тюрьму в которую вы себя же и посадили потому что вы с чем-то согласились вот проблема этих трех ошибок и последующих двух в том что в какой-то момент в своей жизни вы с чем-то согласились и поэтому вы начали соглашаться на меньшее идти на компромиссы где-то что себе запрещать и вот отсюда в принципе начинаются многие проблемы в жизни в бизнесе доходе в отношениях и во всем остальном еще кстати я заметил что внутренние запреты очень часто появляются за каких-то ну скажем так внутренних глюков страхов сомнений и уверенности обесценивания там где-то например женщина может не ощущать себя женственной сексуальной яркой где-то она скована и вот скажем так из-за самоощущения определенных и самоопределений что я какая-то я какая-то не такая со мной что-то не так происходит запрет в том числе из-за этого и происходит согласие на меньшее последующие две ошибки которые назову и компромиссы то есть негативные самоопределения и самоощущения вот две базовые проблемы которые активируют эти ошибки и которые запускают куча проблем в жизни вот то есть негативное самоощущение это про состояние когда вы скажем так ощущаете негативное состояние а для женщины состояние это фундамент жизни то есть если у женщины плохое состояние все всем плохо всем хана жизнь останавливается все происходит плохо то есть если у вас плохое негативное состояние все вы проваливаетесь в бездну вы начинаете соглашаться на меньше повторюсь там где-то кино компромиссы что себе запрещать и вот очень важно работать с негативным состоянием в принципе с темой состояния дико важно это вообще самое первое чем мы работаем когда ко мне приходит какая-то женщина да опять же предприниматель эксперт руководитель собственным бизнесом и сразу мы сразу начинаем разбирать тему состояния и всегда абсолютно всегда выясняется что есть какие-то проблемы с состоянием то есть не то состояние вот текущее состояние оно не то нужно его менять для того чтобы прийти в другую точку b перейти на другой уровень там в отношениях в жизни в доходе и во всем остальном и как показа практика женщины работают очень поверхностно состоянием то есть какие-то практики фирмации медитации это все важно безусловно но проблема в том что женщины не работают с глубиной состояния это психотерапия то травматика это страхи это негативный прошлый опыт это прям серьезно глубокая внутренняя работа на уровне бессознательного на уровне рептильного мозга на уровне инстинктов да потому что это тоже очень важно в общем там и паттерны и много-много-много всего еще интересного то есть тема состояния то есть негативное самоощущение вот если с этой истории не работать все жесть полно начинается то есть тогда вы начнете совершать эти ошибки по поводу негативного самоопределения это тоже жесткая штука есть такая потрясающая концепция которая часто использую который прибегаю в коучинг это негативная триада бэка когда у нас есть негативное представление о себе о мире о будущем такой треугольничек это вообще отдельное видео нужно записывать то есть когда есть негативное самоопределение что я какая-то не такая со мной что-то не так я минус то есть что-то со мной не так вот или я какая-то не такая там я плохая я Я там не сексуальная, я некрасивая, я страшная, я плохая, я вредная, я эгоистичная, я какая-то еще, и вот с этого автоматически начинаются проблемы, опять же, начинаются эти ошибки совершаться, и запускается следующий механизм, если мы говорим про триаду Бека негативную, что начинается негативное, скажем так, ощущение мира, а мир это про людей, да, про пространство, про энергии, про все остальное, то есть мир становится враждебным, небезопасным и все остальное, а потом начинается негативное ощущение будущего, то есть будущее окажется каким-то тоже плохим, там мы с чем-то можете не справиться, во что-то может не получиться, начинаются вот эти мысли, опять же, подключается еще негативное состояние, в общем, полная жесть происходит, со мной что-то не так, с миром что-то не так, с людьми что-то не так, с моим будущим что-то не так, и все это опять же начинается с вот такой штуковины под названием негативное самоопределение, Оно есть у каждого человека, у кого-то просто выражено в большей или меньшей степени, но так или иначе все с этим сталкиваемся, абсолютно, тоже, когда ко мне приходят женщины в трансформацию, мы всегда с этой темой сталкиваемся, то есть мы, в принципе, сталкиваемся с этими двумя темами, негативное самоощущение, негативное самоопределение, прорабатывая их, женщины перестают совершать эти пять ключевых ошибок, вуаля, и жизнь меняется, доход меняется, отношения меняются, жизнь становится яркой, классной, счастливой, в общем, рай для женщины, скажем так, Всегда нужно прорабатывать негативное самоощущение, самоопределение, именно в этих двух базовых штуках находится ваше счастье, ваши крутые отношения, ваша изобильная, потрясающая жизнь, свобода, путешествия, легкость и все женские, скажем так, атрибуты счастья, вот, и тогда вы, естественно, когда вы это прорабатываете, вы не будете совершать эти пять ключевых роковых ошибок, которые, естественно, влекут за собой проблемы в разных аспектах жизни, как-то так Ну, а мы идем к следующей ошибке Следующая, четвертая ошибка роковая, это когда вы не ставите себя на первое место, когда вы не ставите свои хочу и потребности на первое место, это знаете, как очень часто сексологи говорят, да, вот крутой пример, что если в сексе женщина не сфокусирована на себе и на своих удовольствиях, то оба партнера будут неудовлетворены, понимаете, в чем смысл? Вот тут такая же история, и это же прям навязывается история, что на первом месте должен быть муж, дети, еще что-то, да нет, полный бред, на первом месте у вас должны быть вы И вот это, наверное, четвертая такая история, с которой я очень часто работаю, это такая очень болезненная история для женщин Вот, и многие боятся поставить на свой пьедестал себя, потому что если вы не стоите у вас на первом месте, а есть что-то другое, крах начинается, то есть жизнь начинает рушиться, это нестабильно, это неправильно Вы обязаны быть на первом месте, даже когда вы летите в самолете, вам говорят, да, в случае там какой-то катастрофы, проблем или что-то еще выкидывается Вот эта штуковина, не помню, как называется, да, и вы должны вдыхать в себя, то есть вы должны маску на себя надеть, а потом на ребенка, там и на всех остальных То есть вы на первом месте Четвертая ошибка, естественно, вытекает из предыдущих, то есть когда вы соглашаетесь на меньшее, идете на компромиссы, что-то себе запрещаете, да вы автоматически будете ставить кого-то или что-то выше себя, вот сюда на свой пьедестал И, естественно, проблемы-то начинаются, и женщине, вот реально, это вот прям, я серьезно заметил, очень сложно поставить себя на первое место Повторюсь, вы можете думать, что у вас такой проблемы нет, но это является неочевидной точкой роста, такая неочевидная ошибка, куда вы можете не смотреть Потому что у нас есть защитные механизмы, у нас есть много разных глюков, да, чтобы туда не смотреть, потому что это очень болезненная история для женщины Есть куча страхов, предубеждений, еще и пушат социум там мужчины, что на первом месте должен быть муж, семья и так далее На самом деле у любого человека на первом месте должен стоять он сам, и это про здоровый, адекватный эгоизм, а не про какие-то глюки, эгоцентризм или что-то еще Нет, это нормально, когда мы работаем с этой темой с женщинами, вот честно, я часто встречаю, когда мы доходим и я спрашиваю там А что если вы себя поставите на первое место, там свои хочу, свои цели, то что тогда, что вам станет доступным и возможным И она описывает ту жизнь, по сути, которой хочет, я спрашиваю, а как вы себе объясняете, что вы не ставите себя на первое место И вылезает миллиард страхов и предубеждений, тогда я начну больше зарабатывать и произойдут проблемы в отношениях Отношения разойдутся, тогда меня осудят, меня не примут, я буду в глазах людей какая-то неадекватная, ненормальная Я перестану быть женщиной, да, у меня вырастут яйца или что-то еще В общем, куча глюков вылезает, и поэтому у меня к вам вопрос, посмотрите, где и в чем вы не ставите себя на первое место Кто или что стоит у вас на первом месте, поэтому ваши какие-то цели, хотелки, потребности или желания не реализованы еще Или где и в чем вы себя не ставите на первое место, и поэтому у вас есть какие-то проблемы в каких-то аспектах вашей жизни В отношениях, в бизнесе, в реализации, в здоровье, в доходе в том числе То есть прям посмотрите в эту историю, это очень серьезная штука, очень серьезная, повторюсь Потому что здесь еще выступает предубеждение, куча социальных предубеждений, что женщина должна вот так-то, женщина должна вот так-то И я, например, очень часто сейчас встречаю девчонок с такой очень мощной, сильной энергетикой Которые не просто какие-то такие тихоньи, слабенькие, которые дома должны борщи готовить Это девчонки, которые любят яркую жизнь, которые крутятся в кругах предпринимателей, которые сильные, понимаете? И они вынуждены себя ломать, ломать в какую-то женщину, такую слабую, которая должна дома сидеть, соглашаться на меньшее, слушать мужчину и так далее И они несчастны Вот, и конечно же, очень важно для них понять, что это полный бред, это как предавать себя и свою природу То есть когда вы не ставите себя и свои хотелки, желания на первое место, это вы просто предаете себя Вы предаете свою суть, свою природу И когда мы в терапии работаем с этой историей, да, там, например, раскрываем истинную суть женщины Кто-то может быть сильная, кто-то может быть там сексуальная И там из-за предубеждения женщина гасит свою сексуальность Потому что там на первом месте должна быть скромность, а не сексуальность И отсюда начинаются же все проблемы И когда мы идем в эту историю и ставим на первое место вот, ну, себя, то есть женщина ставит себя, свои хотелки, потребности, свою природу на первое место Ее жизнь вот так вот по щелчку пальца меняется и все становится в гармонии Просто жизнь кардинально меняется в лучшую сторону И это вот большая проблема, что социум и мужчины в том числе навязывают, какой должна быть женщина сейчас Да на самом деле вы должны быть собой Если вы сильные, будьте сильными Вы встретите такого же сильного чувака, мужчину, который вас полюбит за вашу силу Если вы живете по своей природе, если вы живете, исходя из того, что на вашем пьедестале стоите вы Ваши потребности, ваши желания, хочу, какие-то темные стороны ваши Ваша жизнь будет счастливой, наполненной, радостной, и все будет в гармонии Но как только туда, на пьедестал попадает что-то, какой-то страх, убеждение, какая-то хренотень от людей В том числе и от мужчин, которые навязывают какую-то херотень Все, начинается полная... полная жесть, короче, начинается И пятая ошибка, которая запускает куча проблем в жизни Это непринятие себя Куча женщин себя до конца не принимают Вот абсолютно И это прям проблема на самом деле очень серьезная Опять же, эта проблема вытекает из предыдущих пунктов Вот, и упирается в такую большую тему недостаточности Что, ну как самоопределение негативное, да Опять же, корни всегда идут из двух моментов Негативное самоощущение, негативное самоопределение Из-за там страхов, травмирующего опыта и чего-то еще Ну так вот, непринятие себя Это тоже очень большая проблема В том, что сейчас многие мужчины Да и женщины, да и в принципе социум Навязывают женщинам некий образ Которым она должна соответствовать Когда вы не позволяете себе быть собой Боитесь где-то, например, проявляться так, как вы хотите Может быть где-то быть грубой, где-то жестко Где-то может быть раскованное Где-то какой-то еще неважно И, ну, например, это может осуждаться Вашим партнером, вами в том числе Родителями, близкими и так далее Вы перестаете позволять себе быть собой То есть вы одеваете маску, да Вы начинаете играть роль хорошей девочки Это сюда же очень часто история Просто кошмар Я так часто прорабатываю, помогаю прорабатывать эту историю А у женщины тут синдром хорошей девочки Синдром правильности Там страх совершить ошибку Какую, да, например, там выбрать другого человека Или выбрать не того человека Или что-то еще Или там ошибки, опять же, в бизнесе Из-за этого быть плохим руководителем Ну, короче, и так далее В общем, смысл в том, что непринятие себя Порождает куча проблем Просто куча проблем во всех сферах жизни Непринятие своего тела Своего характера Своего дохода Качество уровня жизни Отношений и прочее Вот И когда мы не принимаем себя Мы же начинаем не принимать людей А потом мы начинаем не принимать мир В котором живем, да То есть это очень такая жесткая треугольная тоже схема Непринятие себя Непринятие людей Непринятие мира Вот В принципе, все завязано на этой структуре тоже И посмотрите, да Вопрос-то в чем Где и в чем вы не принимаете себя Конкретно вот Где и в чем Вы не принимаете себя И поэтому Вы там не имеете какую-то свою цель То есть какая-то цель, мечта, желание не реализована из-за этого. И опять же, другой вопрос, где и в чем вы не принимаете себя, и поэтому есть какие-то проблемы в каких-то аспектах жизни, где-то может быть в бизнесе, в карьере, в отношениях, в деньгах и прочем. Непринятие себя запускает огромное количество проблем в личности. Это синдром самозванца, это перфекционизм, это, опять же, недостаточное, что с тобой, что-то не так. Потому что непринятие себя – это отказ, это внутренний конфликт, это отказ от части себя, это как будто как отказаться от левой руки, потому что вы правша. То есть жизнь будет неполноценной, будет постоянно что-то не так. Очень часто мы с девчонками касаемся темы темной стороны, то есть когда женщины из-за, опять же, каких-то страхов, стереотипов, социума и прочее не принимают свои темные части. Это может быть что угодно. Непринятие себя также активирует у нас обесценивание, лишает нас любви, лишает уверенности, самооценки. Короче, эта штука бьет по огромному количеству разных элементов. И, естественно, кто-то впадает, например, в синдром самозванца, кто-то впадает в перфекционизм, кто-то впадает в хорошесть какую-то, что нужно быть хорошей, нужно быть правильной. И это все же влияет на доход, это все влияет на счастье, на отношения, на проявленность, на то, как вы проявляетесь, то, как вы продаете, то, как вас воспринимают люди, другие мужчины и так далее. У меня, например, была клиентка, которая не принимала свою жесткость. Ну, то есть она такая прям волевая, такая сильная, короче. Ну, не пацанка, но можно сказать, у нее много такой мужской сильной энергетики. Вот она это не принимала и постоянно себя гасила. Всякие ретриты, медитации, практики, женственность, все, принятие, тролливали. И у нее постоянно проблемы с мужиками, с деньгами, с проектами, со здоровьем, понимаете? И вот она столько лет гасила, гасила, потому что из всех щелей женственность, женственность, нежность, легкость, ум, 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 вот эта вся херня, короче, да? Ну, то есть человек, по сути, был жирафиком, но думал, что он бегемотик. Вот, тоже очень часто эту историю привожу, тот пример. Когда жирафик думает, что он бегемотик, он будет очень несчастный. И если жирафик будет строить отношения с бегемотиком, я понимаю, что у нас есть Мадагаскар, да, мультик, там, где все получилось, но тут пример другой, то тоже будут они несчастны, потому что они разные. Когда мы загнули в эту тему, поняли, что это все навязанное, когда эта женщина, то есть моя клиентка, приняла свою суть, свою природу, что она вот такая, что она где-то стервозная, неудобная, вредная, эмоциональная, сексуальная, откровенная, ну и так далее. Вот, ее жизнь начала резко налаживаться, поперли инвестиции в проекты, появились крутые клиенты, просто начали мужики липнуть, причем серьезные, богатые, успешные, адекватные, которые с радостью хотели ухаживать, помогать просто так. Ушли проблемы со здоровьем в плане женской части, там не буду детали разглашать. Короче, у человека жизнь изменилась. Это 5, вот они, роковых ошибок, которые совершают женщины, из-за которых постоянно могут быть какие-то проблемы в отношениях, в бизнесе, в деньгах, во здоровье, в реализации и во всем остальном. Поэтому посмотрите, прочекайте себя на эти 5 ошибок. Возможно, у вас что-то есть, возможно, нужно с этим поработать. Поэтому, милые девчонки, женщины, потрясающие дамы, прошу вас, перестаньте совершать эти ошибки. И ваша жизнь, ваши отношения, ваш доход, ваша карьера, самореализация, бизнес и здоровье пойдут наверх. Вы будете успешны, вы будете счастливы, вы будете красивы, вы будете женственны. Ваша жизнь будет яркой, насыщенной, гармоничной, легкой, очень интересной и, что самое важное, подчеркну, изобильной. Как только вы перестаете совершать эти ошибки, как только вы прорабатываете эти темы, которые я сегодня затронул, поверьте, сразу же начинается денежный рост, сразу меняются отношения, меняетесь вы. Вот как-то так, поэтому давайте завершать наше прекрасное видео. Как-то так у нас получилось. С вами был Павел Сидельников. Напомню, я коуч-терапевт, если вам откликается эта история, если вы совершаете эти ошибки, если вам откликается, в принципе, то, что я сегодня для вас записал, то welcome, как говорится, приходите, приходите сюда. Мои программы, они очень крутые. У нас учатся очень много классных, успешных, крутых, ярких, потрясающих женщин. Мы прям где-то 70-80% работаем с девчонками, поэтому приходите, милые дамы, с радостью вам помогу изменить вашу жизнь, бизнес, доход и отношения. С вами был Павел Сидельников. До скорой встречи!